Прочь от городского шума, поближе к шуму сочных берез. Однако, прежде чем подступиться к березкам, необходимо купить лесной билет в лесохозяйственном учреждении, а затем получить инструктаж от экспертов. Чего я говорю, что выдаются эти лесные билеты лесохозяйственными учреждениями? Потому что лесхозы определяют и сами назначают именно те деревья, которые в дальнейшем пойдут в рубку. И таким образом дерево не будет испорчено. Первоначально кора забеливается, то есть делается подготовительный этап и снимается сантиметр старой коры. Затем наносится V-образный надрез. Его глубина не должна превышать 4 сантиметров, а длина не более 12. Если она превышает больше, значит она превышает более 30-50 радиуса дерева, круга. Это уже повреждение до прекращения степени роста. Сейчас оно повреждено до непрекращения степени роста, поэтому ущерба само дерево большое не получит. После первого надреза только через 2-3 суток специалисты советуют сделать в корой, чтобы до конца сокодвижения береза не потеряла свои соки. Следует также знать, что подсачиваются деревья, толщина которых в диаметре составляет 20 и более сантиметров. Это говорит о том, что березка достигла возраста спелости. Угол зареза это под 45 градусов. В низ зареза вставляется сборный лоток. К лотку присоединяется сборник, куда стекает сок, в частности полиэтиленовый пакет. И впоследствии собираются какие-то емкости, централизованно вывозятся на предприятие пищепрома или реализуется населению в установленном порядке. В этом году сокодвижение у берез наступило позже сроков на полторы недели из-за затяжной зимы. Однако, если тепленькие дни и дальше будут нас радовать, каждая березка сможет дать за сутки 30-40 литров полезнейшего продукта. Субтитры создавал DimaTorzok